Добрый вечер с Рождеством! Рождество в Вифлееме Когда ударят морозы и кому в плюс плюсовая температура Чудесное спасение! Человек, который не умел плавать, пробыл в море трое суток и выжил Христос родился, славим его! Так приветствуют друг друга сегодня православные греки-католики Один из 12 главных христианских праздников Рождество Христово отмечали сегодня в Украине Наша съемочная группа побывала на богослужении в главной украинской православной святыне Соборе Успения Пресвятой Богородицы Свято-Успенской Киево-Печерской лавры Рождественский репортаж Ирины Смирновой Солнечная погода, солнечное настроение Сегодня на рождественской литургии в Киево-Печерской лавре сотни прихожан стали участниками таинства Здесь и стар, и млад, и беден, и богат Одни оказались на богослужении впервые, другие ходят в церковь не только по большим праздникам, но и большими семьями Трое дочек, два зятя и два внука А сегодня вот на службе Хочем порадоваться и видать этот наш настрой Нашу вдячность Богу за то, что мы на этой земле Некоторые успели побывать не только в лавре Рассказывают о чудотворных песнопениях на ночной службе во Флоровском монастыре Колядки необыкновенно пели У меня даже плохо себя чувствовало, а колядок и здоровье поправилось В праздничном молебне приняли участие первые лица государства Президент Виктор Янукович, премьер-министр Николай Азаров и спикер Верховной Рады Владимир Рыбак Службу правили митрополиты Антоний и Павел А предстоятель Украинской Православной Церкви, Блаженнейший Владимир Обратился к верующим с телевизионным рождественским посланием На рождественском богослужении есть и те, у кого совсем маленькие дети Семья Литвин тоже в полном составе На службе даже младший Иван, ему 8 месяцев В мире столько зла сейчас, искушений, соблазнов И только хоть какую-то самую малость деткам, духовности какой-то прививать через церковь Как человек верующий, Валентина считает, детей в семье должно быть столько, сколько Бог даст Четырехлетняя Александра истолковала мамины слова по-своему А я у мамы спросила такое, а мама сказала, больше не родит никого Почему? Потому что нас уже достаточно Рождество – самая радостная пора для детей Сегодня завершился пост и начались святки Они продлятся 12 дней до крещения Ирина Смирнова, Владимир Самченко, подробности, телеканал Интер Накануне праздника президент выступил с рождественским обращением к украинскому народу Сегодня наша великая родина, украинский народ Просит Бога, чтобы он укрепил нас в вере и единстве Для побудования счастливой и замужной страны Звучу каждой украинской родине счастья, радости и добро И прошу у Всевышнего благословения для Украины Христос народился, славим его Увидеть богослужение собственными глазами, не выходя из дома Даже у тех, кто не смог посетить литургию Была возможность помолиться вместе с прихожанами, которые собрались в Киево-Печерской лавре Телеканал Интер организовал прямую телетрансляцию богослужения За кулисой праздничного эфира видела Алла Щелучева Огромные наушники и мирская одежда Сразу и не поймешь, что комментаторы – священнослужители То, что рождественское утро проведут не в храме, а в телестудии Протеиерей Георгий и Диакон Николай воспринимают как особую миссию В церкви у каждого свое служение И у того, кто сейчас будет совершать литургию И у того, кто будет эту литургию комментировать в эфире телеканала Интер Чтобы от волнения ничего не упустить, они перелистывают Евангелие и тексты молитв И произнеся «С Богом!» выходят в прямой эфир Вославит эту литургию наместник Киево-Печерской лавры Священнослужители комментируют все, что происходит в Киево-Печерской лавре Молитвы со старославянского переводят на украинский и русский Объясняют церковные ритуалы И так все полтора часа праздничной литургии После трансляции священники не скрывают устали У Диакона Николая и вовсе ощущение, будто посадил самолет В таком антураже с наушниками я ощущал себя настоящим вторым пилотом большого-большого самолета Надеюсь, что нам удалось хотя бы немножко раскрыть эту красоту богослужения Потому что цель нашего комментария – это не просто показать богослужение А привести людей к богослужению, привести людей в храмы А для тех, кто не смог сегодня попасть в церковь, телеканал Интер И организовал трансляцию праздничного богослужения Телеканал Интер всегда вместе со своими зрителями в самых важных событиях И сегодняшняя наша трансляция, прямой эфир из Свято-Успенской Киево-Печерской лавры Это наш вклад в празднование светлого Рождества Христова После эфира священнослужители вернулись в свои приходы праздновать Рождество Комментаторами они снова станут во время трансляции пасхальной литургии Алла Щулочева, Сергей Ведмить, подробности, телеканал Интер Рождество в большом городе, народные гуляния шумные и красочные Сегодня прошли в столице Киев, окнулся в атмосферу рождественского праздника начала прошлого века Но без современных тенденций не обошлось Все увидел Евгений Анаприенко Музей народной архитектуры и быта Сегодня здесь все как сто лет назад Никаких елок и гирлянд Вот так наряжали дома наши прапрадеды Ось у нас стил накрытый тканем кризом Это же такая святковая традиция На столе посуд Тут мают отбудиться вечерницы А в сундуке на Рождество почти ничего не оставалось И это даже не говорит о том, что семья жила бедна Просто все, что есть в доме, на праздник доставали И этим украшали жилье Музыка, танцы, праздник завершался гаданиями Здесь же в доме Ось у нас есть под пич дрова Девчата будут выражать на дровах Возьмут их оберемок в руки И будут враховать Вдовец, молодец, або выйду замуж, не выйду замуж У главы семейства свои обряды Если Саня готовь летом, то пчелка В армии зимой Говорит Роман До того завертелся у котлов, что сам голодным остался Была картофель в мундирах, традиционная страва на святый вечер Оселедець, капуста, узвар Яким можем что-то сейчас прогостить Залишилось трошки Церковным колоколам здесь вторят маленькие колокольчики Христос зарождается и дарует нам надею Потому что радость нужно провещать Бо я же не возьму церковный звень И то лумбаса в меня нет, оно как гупая То маю малесенький По Майдану ходят ряженые Рядом рождественский вертеп А это уже вертеп на этнофестивале Краина Мри Актерами становятся зрители Здесь можно путешествовать во времени Стать народным умельцем Научиться стрелять из лука Или управлять лихим скакуном На столе у Вадима ни одного похожего ангелочка У каждого своя душа, говорит мастер Такие дарят только близким друзьям А эти обереги называются колотушки Они, по словам мастера, защищают от нечистой силы А еще на Рождество всегда любили кататься на санях Но сегодня на склонах зеленеет трава Отмечали Рождество сегодня во всех областях Украины На Западе и на Востоке пили колядки Показывали вертепы и даже упражнялись Скоростью поедания пампушек Наши корреспонденты видели, как все происходило Прославлять рождение Иисуса Христа На Буковине начали с самого утра В селе Лужаны свои традиции празднования Молодые люди в национальных одеждах И необычных цилиндрах Ходят от хаты к хате С собой у них рождественский вертеп Добрый день, пани, гады Можно за вертепуаты? Добрый день, можно заходить Колядовать разрешено только парням И то неженатым Поют то же, что и сто лет назад На Рождество Христа Вси мы веселим Воскликают хвалу У небе ангелы Николай говорит, колядовать Дело ответственное, поэтому готовиться Начинают за несколько недель до праздника Разучивают тексты колядок Шьют костюмы Это сурканка Это старый костюм Это еще носили наши деды, прадеды Это сурочка Вышита Это боярак Ремень И это шапка Цилиндр называется Ребята обещают Костюмерная А в трапезной Волхвы Черту хвост подвязывают Цари Поют под гитару Ряженые идут по улицам села Заходят во дворы Разыгрывают библейские сценки Желают благополучия Будьте счастливы Богаты Майте волю Доброго Гошу Местные детвора Смотрят наряженных Разину в рты Ведь вертеп здесь в диковинку Пенсионеры Расстроганы до слез А вы почаще И надо было раньше Чтобы вот это организовывать А что, хоть наши дети Ничего не видят Тернопольские студенты говорят Местные жители Оказали им радушный прием Прекрасно Нас годуют Нас поселили Все, что нужно Дуже добрые люди Во Львове сегодня многолюдно В центре города Местные жители и туристы Дуже здесь Осиприимные люди Дуже цикавая культура Дуже Смачная ежа Сегодня в городе Ставший уже традиционным Конкурс поедания Пампушек Первые пять смельчаков Берутся за выпечку Главное требование Умять не менее трех Пампушек Я люблю Наши маленькие чоловики Измагают О, водочка, водочка Проходит чуть больше минуты И уже известны полуфиналисты Хоть в принципе был сытый Но все-таки Пампушки смачные То нормально так они пошли Финал послезавтра Так что у конкурсантов Есть время потренироваться А это за звание лучшего вертепа И исполнителя колядок Соренуются 30 коллективов Гуляние продолжатся до четверга Тогда же назовут и лучший коллектив Сергей Ружицкий Кристина Гошенко Ольга Паламарюк Ирина Исаченко Подробности Телеканал Интер Праздновали рождение Иисуса И в Вифлееме На ночное богослужение В базилику Рождества Пришли сотни верующих Праздничную службу Над гротом Где по преданию Появился на свете Иисус Провел патриарх Иерусалимский Феофил Третий На мессу пришел И глава палестинской Национальной автономии Махмуд Аббас Который пять месяцев назад Возобновил мирные переговоры С Израилем Патриарх Феофил Призвал к миру На планете Более двухсот тысяч человек Провели рождественскую ночь В храмах Москвы Центром празднования Стал храм Христа Спасителя Богослужение там Началось с внесения В храм священной реликвии Дары волхвов Привезли в столицу России Сафона Литургию провел Святейший патриарх Кирилл В своем обращении Он отметил Что радость От прихода в мир Христа Должна выражаться В добрых поступках Рядом с нами Всегда есть те Кому нужна наша помощь И поддержка Нашим родным И близким Может быть тем Кто живет в соседнем доме Пусть стены отчуждения Между людьми Будут разрушены В этот замечательный день Христово Рождества Разрушены любовью К Христу И силой Вашей деятельной Любви к ближнему С праздником Дорогие мои Чтобы поклониться Дарам волхвов Возле храма Христа Спасителя Собрались тысячи людей Дары волхвов Это те самые Смирно ладан и золото Которые по преданию Преподнесли Младенцу Христу Мудрецы Святыня в России Впервые Накануне ее доставили На самолете Из Греции Где она хранится В Афонском монастыре Святого Павла С 15 века В Москве Дары волхвов Пробудут до 13 января Чтобы им поклониться Верующие По 4-5 часов Стоят в очереди К 7 часов утра вышло До парка культуры И потом Пешочка Ради этого стоит постоять Ради этого, да Постоять Накануне в Запорожье Произошла авария В центре города Столкнулись легковые автомобили Маршрутное такси С пассажирами По словам очевидцев Правил нарушил водитель Киа Он якобы подрезал микроавтобус Который ехал по главной дороге В результате С толкновением Маршрутка перевернулась И буквально подмяла Под себя иномарку В больницу С травмами Доставили Двоих человек Журналистка Татьяна Черновол Которую избили 25 декабря Готова к выписке Из клиники Об этом сообщают врачи Но вот сама Татьяна Пока не желает Покидать больничные стены Почему выяснял Михаил Колесников Состояние Татьяны Черновол Сейчас удовлетворительное Так решили врачи клиники Куда 25 декабря Привезли избитую журналистку Пластическую операцию Ей сделали еще До нового года После пластики носа Пациенты уходят на следующий Пациентка может Дальнейшее лечение Проходить амбулаторно Пациентка пока Воздержалась от выписки Попросила ее оставить На несколько дней еще И стан для певных речей Нормальный Для певных речей Ненормальный Для того, чтобы Говорить Какий час с вами Нормальный Чтобы делать Простое журналистское Расследование Писать статью я не могу Впрочем Пока потерпевшая на лечении Затягивается и расследование Без ее участия Невозможно проведение Ряда экспертиз В частности Опознание подозреваемых Это мать Одного из задержанных Андрея Насиковского Она говорит В ночь нападения Сын пустил переночевать Давнего знакомого Сергея Котенко С 26 декабря Насиковский арестован Защита настаивает На очной ставке С Черновол Мы все хотели Мы шли на зустріч Чтобы запитали Распитали святки Чтобы всю саму Татьяну Ну я так думаю Что Татьяна все ж таки Ну якщо он бы был там То бы она сказала Что он был бы там Але такой ставки не робили Как утверждают родственники Защита Насиковского В статусе подозреваемого Еще даже не вызывали на допрос Адвокат Сергей Котенко Считает что следствие Не затягивается Следователи делают Все возможное Чтобы раскрыть Это преступление Хотели работать Проводить следственные действия До Рождества Ну с учетом того Что следственный изолятор Два дня не работал То есть следственные действия Принесли на завтра Тем временем Следствие назначило Более 20 экспертиз На этой неделе Планируют провести Химический анализ Образцов ДНК подозреваемых А познание их пострадавшей Откладывается до ее выписки Михаил Колесников Елена Механик Павел Лысенко Подробности Телеканал Интер США парализовали Небывалый мороз и снег Подробности далее Кроме того вы увидите Весна зимой На грядках украинцев Поспевает лук А температура Не опускается ниже нуля Уже норма Или все же аномалия Есть ли жизнь на Марсе Насколько приблизились К разгадке Марсоходы Spirit и Opportunity Один на один Со стихией Не умеющий плавать Тайванец Провел трое суток В открытом море Как удалось спастись Ангела Меркель Спела колядки На костылях Сегодня канцлера Германии С рождественскими праздниками Поздравил детский хор Из-за травмы таза Меркель отменила ряд мероприятий На высоком уровне Но традиционную ежегодную встречу С детьми В своем ведомстве Все же провела Канцлер спела с хором колядку И призналась Ей пока тяжело стоять на костылях Врачи надеются Что операции Меркель Не понадобится Ведь у нее диагностировали Только трещину без смещения Напомню Ангела Меркель Во время рождественских каникул Швейцария получила травму таза Катаясь на лыжах Слишком холодно Даже для полярных медведей и пингвинов В зоопарке Чикаго Этих животных Срочно переселили в крытые вольеры США переживают сильнейшие морозы В некоторых частях страны Столбик термометра Опустился ниже минус 30 Это рекорд последних двух десятилетий Закрыты школы и офисы Увеличилось количество ДТП На дорогах заторы Останавливаются поезда Авиарейсы массово отменяют Все беды от арктического антициклона В конце минувшей недели 22 американских штата Накрыла снежная буря За ней последовали еще и сильнейшие морозы Жертвами непогоды Уже стали 15 человек В Украине тоже зима небывалая Увидеть снег в стране Практически невозможно Разве что на горных вершинах А температура почти весь день Опускается ниже нуля Правда и в плюсовой температуре Есть свои плюсы Какие же знает Лариса Задорожная На улице января прогнозы синопсиков Апрельские Сегодня в Киеве плюс 4 Завтра плюс 7 Послезавтра плюс 6 И когда эти плюсы поменяются на минусы Уравнения со многими неизвестными Весенняя зима По-другому тепловые рекорды и не назовешь Вместе со льдом Они растопили и ожидания Белого Рождества Высота снежного покрова Почти по всей Украине Ноль Кое-где Рождество Получилось даже запахом сирени В Киево-Печерской лавре Кусты выбросили не просто почки А настоящие цветы Если и можно было такое увидеть То только в Крыму Приехавшие в Киев Симферопольцы Говорят как будто из дому Никуда не уезжали Мы к такому Рождеству и привыкли Поскольку мы крымские люди Да Мы чисто сегодня Как будто мы Как дома Но даже видавшие виды Крым в этом году Преподнес сюрпризы Ялтинский горный заповедник К Рождеству на поляне Появились подснежники На пару месяцев раньше Когда-то об этом писали сказки Помните? 12 месяцев Подснежники Зимой Сейчас не сказки рассказывай А просто иди и срывай Буквально через несколько дней Вся эта поляна Будет усеяна цветами Конечно Рождество Это рано для этих Лесных цветов А здесь на дачах под Киевом Уже урожай собирают Витамины заряд к новогоднему столу Справа лук Слева чеснок Это уже второй урожай от роз А так должно быть когда? А вот это на весну должно было выйти То есть зимой вообще Он не должен показываться А сейчас я даже не знаю что это будет Мы будем резать и есть круглый год Судя по градуснику И третий урожай вполне реальный Сегодня возле Днепра плюс 10 Вот и японская роза распустилась И тюльпаны к солнцу потянулись Чем дальше на юг от столицы Тем еще теплее Николаевская область Пасторальная картинка Овцы на зеленом пастбище Такая теплая погода Сплошная экономия На кормах и здоровье Наоборот это для них лучше Ну они не так болеют То что для одних радость Для других одно расстройство В селе Капустное уже готовится К большому пересеву На поля за последние недели Не упало ни одной снежинки А зимы пошли в рост Как и фруктовые деревья Вот-вот появятся листочки Но силы будут потрачены зря Фальстар с зимой Не урожай летом Чувствует тепло Оно начинает развиваться А когда морозы ударят Все Вот этот цвет Он не пропадет А морозы так по-любому будут Синоптики объясняют Аномальное для января Потепление антициклоном Из Атлантики Сейчас, например, в столице Градусов на 6 выше нормы Но снег все-таки будет Обещают метеорологи Только немного еще подождать Во второй половине января Температура опустится до минус 11 Но ненадолго После недели холодов В Украину снова придет тепло Лариса Дорожная Владислав Осипов Кирилл Юрчишин Подробности телеканал Интер Киев Ялта Николаев Погода спасла исследовательское судно Академик Шакальский Оно покидает ледовый плен Напомню, корабль застрял 24 декабря У берегов Антарктиды В последние сутки ветер переменился И во льду образовалась трещина На воду вышел и китайский ледокол Который помогал эвакуировать пассажиров Российского судна Но в субботу, 4 января После неудачного маневра Он тоже застрял во льдах Еще три дня назад 42-летний тайване Цзэн Ляньфа И представить себе не мог Что станет героем новостей Теперь о мужчине говорит весь мир Ведь он не иначе, как в рубашке родился Тайванец совсем не умеет плавать Но ему удалось выжить Проведя в море почти трое суток Подробности этой истории далее в сюжете В прошлую пятницу Цзэн Ляньфа проснулся на рассвете Взял сеть и отправился к морю Ловить угрей Рыбалка для мужчины И хобби И возможность прокормить семью Обычно муж возвращается Около 4-5 часов вечера Когда он не пришел, я начала звонить Когда женщина звонила в полицию, чтобы сообщить Об исчезновении супруга, Цзэн уже битый час Барахтался в море Волна вытолкнула мужчину из лодки И отнесла на 75 километров от берега По иронии судьбы, Цзэну, который вообще не умеет плавать Посчастливилось зацепиться за бревно На доске он дрейфовал около 60 часов Я увидел дорожные огни на берегу Поэтому он начал грести в том направлении Волны затягивали меня назад И я выбился из сил Когда же ногами коснулся песка, расслабился И вода вытолкнула меня на берег Сотрудники береговой охраны Заметили Цзэна, когда он лежал без сознания Мы никогда раньше не сталкивались с подобной ситуацией Прежде чем рыбака спасли, он дрейфовал сюда из порта Хуаляня Это около 100 километров Можно сказать, этот человек счастливчик Цзэн тоже уверен, с ним случилось чудо Сейчас горе-рыбак в больнице, но уже скоро сможет вернуться домой После изнуряющего морского приключения Медики с удивлением диагностировали у Цзэна только обезвоживание Сам мужчина признался После выписки рыбачить не просит Оксана Шнайдер, подробности, телеканал Интер Дочь короля Испании попала под следствие Принц Уильям снова станет студентом А в Анкаре уволили 350 полицейских Подробнее в нашем обзоре Смертница по неволе В афганской провинции Гельмент Задержали 10-летнюю девочку, которая пыталась Завершить теракт в отделении полиции По словам очевидцев, ребенка удалось Вовремя остановить, потому что он Не справился с кнопкой на заминированном поясе Девочка рассказала Надеть этот пояс ее заставил брат и его друг Оба командира Талибана Греческий террорист продлил себе Рождество В тюрьму из праздничного отпуска Не вернулся Хрисадулас Ксирос Приговоренный к 6 пожизненным срокам Он должен был отметиться в полицейском участке В Халкедике 6 января, но не явился Ксирос бывший участник Террористической организации 17 ноября, на счету которой Более 100 терактов в Европе и 23 убийства В Анкаре 350 полицейских потеряли работу Местная пресса расценила это Как ответ правительства на коррупционное расследование В отношении соратников премьера Эрдогана Около 80 уволенных занимали руководящие должности Среди них заместитель главы столичной полиции На вакансии назначили полицейских из провинции Дочь короля Испании Хуана Карлоса I обвинили в финансовых преступлениях Инфанта Кристина получила статус официальной подозреваемой В деле о махинациях ее супруга Иньяки Урдангарина Ей инкриминируют налоговые преступления И отмывание денег Ему еще и подлог документов Растрату госимущества Мошенничество и злоупотребление полномочиями Супруги вину отрицают Перед судом Инфанта Кристина Престанет 8 марта Принц Уильям возвращается на студенческую скамью Три месяца в Кембридже он будет изучать Проблемы сельского хозяйства В программе лекции, семинары и учебные поездки Эти знания пригодятся Уильяму Когда он унаследует корнуэльское герцогство С обширными угодьями Студенты недовольны, что принца взяли без экзаменов Однако платить за обучение он будет из личных средств Десять лет назад они отправились на Красную планету Америка отмечает десятилетие высадки своих марсоходов Spirit и Opportunity Как все было и приблизились ли ученые Хоть немного к ответу на вопрос Есть ли жизнь на Марсе А расскажет наш корреспондент в США Надежда Германская Вошел в атмосферу Марса Парашют будет развернут через 3, 2, 1 Посадка на Марс совершена Это напоминало фрагмент увлекательного фантастического фильма Но оказалось вполне реальным событием Сотрудники НАСА аплодируют себе и своему детищу На поверхность Красной планеты Только что приморсился Spirit Космический аппарат нового поколения Еще через пару недель аплодисменты повторятся Марса достигнет Opportunity Марсоходы как только прибыли на далекую планету Сразу же стали присылать оттуда снимки Сначала черно-белые, потом пошли цветные Вот на этой Spirit запечатлел песчаные дюны на Марсе Эту фотографию считают одной из самых лучших С научной точки зрения ученые получили данные о климате И с художественной красивый марсианский пейзаж Его увлечение четвертой планетой Солнечной системы родом из детства Прочитал марсианские хроники Рея Брэдбери И решил связать свою жизнь с изучением космоса Профессор-геолог Джон Грант, сотрудничающий с НАСА Хорошо помнит историю каждого снимка марсоходов Здесь на фото заметны следы атмосферных вихрей Они есть и на Марсе Перед космическими аппаратами стояло важное задание Изучить климат и рельеф планеты И найти доказательства, что на Марсе была вода Работа сутками напролет, тысячи фотографий и видеофайлов И марсоходы удивили своих создателей Spirit нашел следы вулканической деятельности Что-то наподобие гейзеров Opportunity обнаружил, что на поверхности Марса скапливалась вода Мы сделали вывод В начале своего существования Планета была совершенно другой Более подходящей для обитания Чем, к примеру, сейчас В юбилейный год, десятилетия высадки на Марс В Национальном музее авиации и космонавтики В Вашингтоне представили лучшие фотоработы марсоходов Можно сказать, это первая персональная выставка Раз Блэксли хорошо помнит двойную высадку на Марс в 2004 Все каналы тогда показывали, как марсоходы опускались на поверхность планеты А вообще, я все ждал, когда же перед камерой появится рука марсианина Это было бы смешно Эдакая, знаете, рука обитателя Красной планеты машет И он говорит Привет, как дела, ребята? Была ли и есть ли жизнь на Марсе? Ученые пока ответить не берутся Работа марсоходов продолжается В будущем получат пробы и проведут анализы Чтобы определить, была ли там жизнь Но сейчас мы не знаем Судьба скромных марсианских трудяг сложилась по-разному Спирит, по иронии судьбы, увез в тех самых живописных дюнах Которые фотографировал в последний раз Вышел на связь в марте 2010-го А вот Opportunity продолжает бороздить марсианские просторы Ему на подмогу несколько лет назад отправили еще один космический аппарат Curiosity Новейшая, целая марсианская лаборатория на колесах Обошлась США в 2,5 миллиарда долларов Надежда Дерманская, Никита Исайко Подробности Американское бюро телеканала Интер Вашингтон Возвращаемся к земной жизни Первое Рождество в новом храме В селе Ивковце Черкасской области почти 80 лет не было церкви Старую разрушили, новую никак не могли построить Не так давно люди решили собрать деньги И все же открыть храм Подробности знает Станислав Кухарчук Отец Анатолий не нарадуется новому приходу Своей церкви в Ивковцах не было почти 80 лет Старый храм еще в начале 30-х разрушили большевики Вот дерева, вот это вкладывается И сюда, вот это, сюда, с краю Там уже проваля, робятся фундаменты старой церкви Выглядывают уже с земли Мария Андреевна помнит, как маленькая с родителями ходила в ту церковь Не забыла и как ее сносили С тех пор местные жители на все церковные праздники ходят пешком в соседние села До ближайшего в десяток километров В советские времена возродить храм было невозможно После обретения Украины независимости не было денег Три года назад жители решили своими силами построить хотя бы маленькую церквушку Средства на церковь селяне собирали по старинке Вот в такую трехлитровую банку Ее поставили в магазине Люди бросали кто сколько может Вот правда деньги пошли не совсем по назначению Сельмак ограбили Вместе с продуктами исчезла и сельская касса То ли проведение помогло, то ли желание было настолько сильным Что обитель все же построили Помог одни сельчанин Уже много лет он служит настоятелем Александра Невской лавры в Петербурге Узнав о том, что все деньги украли, привез необходимую сумму Обустраивали храм тоже всем селом Кто подсвечник принес, кто икону Отец Анатолий к рождественской службе готовится очень тщательно Ведь она первая в этой церкви Станислав Кухачук, Павел Тимошенко Подробности, телеканал Интер, Черкасская область Это все о чем мы успели рассказать Вся команда подробностей поздравляет вас с Рождеством Хорошего и уютного вечера Увидимся Редактор субтитров А.Семкин